Четыре дня, несколько муниципалитетов и десяток предприятий. График пребывания немецкой делегации на Кубанской земле достаточно насыщенный, но успеть нужно все. Знакомиться с регионом зарубежные бизнесмены начали с Новороссийска. Первая точка – морской торговый порт. Для немца водная гавань – одно из приоритетных мест, куда они готовы вкладывать деньги. Тем более, что Новороссийский порт является третьим в Европе. Поэтому прямо на месте инвесторы интересуются экологической безопасностью и наличием импортного технического оборудования. И сразу отмечают, что могут стать надежными партнерами в этих отраслях. Бизнес-делегацию представляют специалисты сельского хозяйства, химической промышленности, энергетики, фармацевты и транспортники. Видно, что здесь в регионе присутствует агрикультура, сельскохозяйственная техника, есть спорт. Все это такие, как говорится, приоритетные отрасли. И там как раз в этих отраслях был рост. И в 2012-2015 году, я думаю, у нас хорошие шансы найти, какие хорошие проекты и будем подключаться. Уже не на предприятиях, а в кабинетах власти региона деловые партнеры обсуждают дальнейшие перспективы сотрудничества. За одним столом представители краевой администрации и зарубежные инвесторы 40 немецких компаний. Гостей встречает губернатор Вениамин Кондратьев и сразу отмечает, что визит делегации на Кубань – это еще один шаг в укреплении сотрудничества. До этого было несколько встреч в Берлине и в Москве. Сегодня Край уделяет большое внимание поиску бизнес-партнеров. Мы сегодня идем навстречу вам. И надеемся, что вы пойдете навстречу нам. И все вместе мы получим результат, выгодный для обоих. Для нас, конечно, очень важно, чтобы немецкий бизнес был в регионе. Потому что это в первую очередь рабочие места. Это налоги для нашего региона. Для вас, как для бизнеса, конечно же, прибыль. И это нормально, это естественно. Мы должны об этом договориться и договориться на берегу. И тогда, на самом деле, мы сможем честно смотреть друг в другу глаза и только отвечать за то, что мы пообещали. Немецкий бизнес, в моем понимании, как немецкая техника, она очень надежная. Поэтому я надеюсь, что наши отношения будут именно таковыми. Сегодня в Краснодарском крае более 300 предприятий с иностранным капиталом из 50 государств. А Германия третья среди стран-инвесторов по объему вложений в экономику региона. Товарооборот между Кубани и ФРГ в прошлом году составил около 285 миллионов долларов. Как отметил председатель правления российско-германской внешней торговой палаты Михаил Харнс, многие немецкие компании уже работают на Кубани. Другие же пока только присматриваются к региону. Немецкий бизнес из России не уходит, а наоборот очень серьезно присматривается к новым возможностям, которые возникли и в таких темах, как локализация, как совместный экспорт в третьи страны, как более глубокая переработка. Поэтому, я думаю, действительно перспективы у нас есть. И то, что вы сказали, вопрос доверия и человеческого, и бизнес-доверия, и делового доверия, он, наверное, определяющий. Если нам удастся за вот эти три дня, как наша делегация находится в разных регионах вашего прекрасного края, укрепить это доверие, я думаю, это очень хорошая базис для нашего дальнейшего сотрудничества. И это неудивительно. Наш край – привлекательный регион для ведения бизнеса. В прошлом году его признали лидирующим субъектом страны с наименьшим риском для инвесторов. А это значит, что здесь созданы все условия для совместного бизнеса. Власти края помогают своим партнерам и сопровождают их на всех этапах ведения проекта. Ставку, конечно, делают на развитие приоритетных отраслей, среди которых агропромышленный комплекс, туризм, транспортные услуги, обрабатывающие строительные отрасли. Выходим с инициативой по предоставлению дополнительных льгот для инвесторов, приходящих в регион. Льготы будут предоставляться резидентам промышленных парков и кластеров, которые будут созданы на территории края. И льготы будут предоставляться инвесторам, которые будут инвестировать в приоритетные для Краснодарского края отрасли экономики. И в качестве примера приводят компанию КНАУ, в которой в Краснодарском крае уже более 10 лет. За это время в регион было инвестировано более 3 миллиардов рублей. Рабочие места получили порядка 350 человек. Я могу с уверенностью сказать, что по сомнениям тоже с другими регионами, где мы находимся в России, что это в Краснодарском крае хорошо. Я уверен, что это таким образом продолжается. И не только для нас, а тоже для других. Что нам здесь нравится? Конструктивный вид администрации на решение разных вопросов. И тоже на решение оперативных вопросов, что для нас, откровенно говоря, очень важно. Сегодня был сделан еще один шаг в сотрудничестве. Соглашения подписали торгово-промышленные палаты Кубани и Германии. Они намерены максимально помогать друг другу в развитии и укреплении торговых и экономических отношений. Елена Касабова, Валентина Бекшаева, Денис Горбунов и Михаил Власенко. Кубань, 24. Новороссийск, Краснодар.